Вся их жизнь игра. Конечно, речь об артистах театра кукол. 21 марта все, кто творит это удивительное ремесло, отмечают свой профессиональный праздник. Чтобы сделать одно представление для маленьких зрителей, в областном театре кукол трудится 50 человек. Артисты, звукооператоры, костюмеры, реквизиторы, художники по свету и многие-многие другие. Взрослые относятся к куклам как к неодушевленным предметам. Малыши же считают их живыми. Поэтому театр для маленьких зрителей место действительно волшебное. Актер-кукольник такого свойства человек, что он возьмет шариковую ручку или ножницы, или просто бумажку, или какой-то платочек, и он сразу сможет оживить этот предмет. Вот это, наверное, по мироощущению, наверное, мы этим отличаемся, что актер-кукольник это человек, который оживляет любую неживую материю. Может быть, мы так и видим изначально мир, когда рождаемся, и поэтому становимся кукольниками. В канун своего профессионального праздника кукольники пригласили в театр школьников и показали им, как может вести себя кукла на сцене, как заставляет смеяться или плакать. Самые сложные, одновременно самые благодарные зрители – дети хлопали в ладоши и от восторга кричали «Браво!». Я узнала, что когда работают одной куклой, можно работать даже по восемь человек, по три человека с одной куклой могут работать. И в этом театре куклы могут оживать и как будто разговаривать с людьми. И я узнала то, что эта профессия очень интересная. В театре именно куклы правят бал. О них артисты говорят с большой любовью, а показывают их с трогательной нежностью. Работают на сцене марионетки, планшетные куклы, настольные, тростевые, теневые. Артист Владимир Кузнецов трудится в театре уже почти 50 лет. Рассказывает, за это время усвоил особенности всех видов и считает, что человек и кукла обогащают друг друга. Любимые для артиста Кузнецова так называемые перчаточные петрушки. Это наша рука. Вот то, что мы рукой можем указать, показать, отказать, попросить. Вот то же самое, понимаете, она тут же откликается, кукла. Она очень подвижная, очень шустрая. И поэтому нужно такие искать моменты, жесты, чтобы не отвлекать внимание зрителя от других кукол и в то же время четко работать, откликаясь на каждую реплику партнера. Если несколько десятков лет назад артист на сцене театра кукол – это скорее исключение, сейчас это правило. Кукольники управляют механизмами, находясь на сцене. Их задача – не затмить своей мимикой или пластикой движение куклы. Поэтому о себе артисты говорят, что они люди скромные, славы не ищущие. Даже если, например, я как актер работаю с куклой, и меня в принципе видно, но я должна так в свою работу увлечься, вовлечься, чтобы человек просто даже не хотел посмотреть, что над куклой или за куклой, даже если меня видно. Это и есть настоящее мастерство актера. Зритель в зале зачастую не видит, как движется кукла за ширмой. Поэтому даже не представляет, что иногда нужно несколько человек, чтобы привести в движение ее руки и ноги. Это бегущий Геркулес. Им управляют трое. Я видела прекрасный спектакль, который только из стеклянных флакончиков. Это был спектакль для взрослых. Я видела замечательный спектакль на фестивале международном, который сделан весь из посуды. Из посуды, в том числе из пластмассовой посуды. То есть фантазия художника, она настолько необыкновенна в театре кукол. Если дети из кукол вырастают, артистам они не надоедают никогда. Ведь редко кто из взрослых может похвастаться тем, что его труд называют волшебным. В праздник артистам и другим работникам театра традиционно желают сказочной жизни. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново.